Доброе утро, девчонки и мальчишки. Приглашаю вас попить сыной чаек. Ударим витаминами по коронавирусу. Приготовила вот такой вот чай. Облепиха замороженная, свежая малинка, лимон с медом, печеньки. Вот так вот делаю заморозку на зиму. Поэтому покупаю облепиху в пакетике, замораживаю и так в малину. Так же, вот хорошо у нас идет, уже пакет съели, еще и зимы не было. Очень вкусно, всем нравится. Еще в облепихе очень много витамина С, рекацмен, по витамину С и бета-каротин и все полезные вещества. Вот, будем садиться с сынулькой пить чай. Сейчас включу в стирку тунику свою. То, что с дочкой связала, сейчас покажу вам. Вот. Туника. Ализе Коттенголд. Коттенголд. Вот такого лавандового цвета. Сейчас закружу машинку, буду стирать. Первое, не купила, не было в просторе в нашем. Вспомнила, у меня еще остался с прошлого сезона стиральный порошок Фаберлик. Вот такой вот для шерсти деликатных. Такой они, девчонки, достойный и очень достойный. Расход небольшой. И вот на вязаные вещи, я им пользуюсь. Вот вещей много, стираю часто, а еще не закончился. Кондиционер мне нравится тоже, Фаберлик. Вот, разные у меня есть. Вот такой, на данный момент такой. Вот, будем сейчас стирать. Я же говорю, нитка, это мне очень нравится. Я не заморачиваюсь с ней. Стираю на режиме быстро. Вот, ничего такого с ней не происходит. Отжим просто ставлю небольшой. И все. Вот так вот. Сейчас достану, девчонки, ложечку. Не приготовилась немножко. С порошка. Сейчас, где же ты, где? Сейчас там в комплекте с порошком идет ложечка. Вот, такая вот. Сейчас, как-то его добыть. Вот. Это он концентрированный. Его нужно немножко вообще бросать сюда отсек для стирального порошка. Вливаю сразу кондиционера. Немного вливаю так, на глаз. Он тоже концентрированный. Мне нравится, что его надо немножко. Закрываем. Включаю. Стираю на быстро. Вот, показываю, может, кого-то заинтересует. Ставлю отжим на 400. Немного не ставлю. Иногда на 40, до 30 стирали. Пусть будет на 30. Оно не грязное только. Освежить, чтобы волокно расправилось. Так, запускаем. Так, пошло. Стирка пошла. Работа пошла. Мы сейчас пьем чаек. Ценуем и занимаемся тоже динами. Надо сегодня у нас по плану приготовить. Покушать. Вот уже у меня здесь варится бульон. А вот, видите, все по-честному беспрекрас. Прямой эфир, как говорится. Сейчас поставила бульон на борщик. Готовить. Сварю борщ. Приготовлю перцы. Так даже еще я не приготовила этих я перцев. Вот, сделаю перцы. Вот, включусь вам, покажу. И будем готовить сливы. Дошли очередь у меня до слив. Сегодня у меня выходной. Вот, думаю, покажу вам, как готовлю сливы вяленые. Как сушу их. Вот, вот так вот. Так, девчонки, мальчишки. Всем, кто кушает, приятного аппетита. До скорых встреч. Так, включение. Раз раз. Почистила сливы. Сложила их. Вот, на такие поддуны несу сушилку. Вот. Сушилка моя. Вот такая у меня зелмер. Самая обычная. Будем пробовать. Я же говорю, пробовала помидорки вяленые. Нормально. Вот, теперь сделаем сливки. Сливы маринованные. Вот, так вот. Четыре яруса здесь. Вот так вот сложено все. Так, закрываем крышкой. Будем сушить. Включаем. На единичку. На единичке сушится. Потом будем смотреть, как там. Будет усыхать. Будем перелаживать на другую полу. На другую сушку. На второй ярус, чтобы лишний раз не сушить воздух. Скажем так. Вот так вот. Это у меня суш. Теперь. По плану. Готовка. Так. Не пугаемся. Это я. Сегодня такая. Во всей красе я проснулась. Отечность. Не могу прямо. Может давление. Или не пойму, что. Решила сделать патчи. Мне нравится. Они хорошо убирают отечность. У меня петифы. Нет, не петифы. Петифы закончились уже. Были петифы. Неплохие сводоросления сейчас. Вот так вот. Хорошо. Говорю, убирают отечность. Раз заморщины разгладить не знаю. Потому что. Что уже. Разглаживать. Есть что. Ну. Я думаю. Патчи. Это не спасут. Вот. Пойдем посмотрим, что вот ребенок делает. Сейчас посмотрим. Чем он занимается. Привет. Сыноличка. Привет. Чем занимаешься? Малюю. Привет. Кажи привет, сын. Привет. Привет. Что у тебя беззаческая? Привет, сын. Привет, сын. Что делаешь? Малюешь? Ага. Покажи свои малюнки. Чем занимаешься? Камеру покажу. Это чтобы украинская хата остыла? Да. Гально. Выходит. Покажи еще. И еще малюнки. Угу. Это у нас Карпаты. Карпаты. Видите девчонки и мальчишки? Дальше. Дальше ученица занимается Берлин. Берлин. Видно вам? Такой шикарный Берлин. Резуной крючкой. Вот. Такой. Я там за каникулы рисовал. Любит рисовать. А это карта. Карта мира. Да, я так вот ближе покажу. Ну, какая красота у тебя получается. Вот. Такой. Что скажешь нашим подписчикам? Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотры, да? Угу. Он очень хочет сниматься видео. Он просит утром сегодня проснуться. А мама, что нам надо сделать? Чтобы побыстрее, вот, начинайте. Кровать застелил. В своей комнате вбрал. Ждет, ждет, что мама его снимет. Видео. Ладно. Рисуй дальше. Возьми точилку и карандаши, если нужно. Заточить. Вот. Левчоночки. Такие дела. Один выходной работы куча. Не знаю, за что хвататься, что в первую очередь делать. Ну, ничего. Совсем справимся. Все сделаем. Не впервые, не привыкать. О, слышите? Очередная стирка. У меня как выходной. Машинка не останавливается. И так каждый день стираю. А теперь, как похолодало. Вот вещей тоже много. Вот на улице сушу мы живем в двухэтажном доме. И у каждого есть за домом. Вот, может, сегодня я вам покажу. Бельевые веревки. Вот, когда погода позволяет, делаю сушу на улице. Когда не позволяет, на сушке. Обычная сушка. На сушке сушу для белья. Вот сейчас достиралась. Очередное постельное вынесу на улицу. Вынесу. Но все же на свежем воздухе получше. Вот. Мои сливы. Здесь. Процессы вот вам как показать. Сушатся сливы, сушки. Вот так вот. Такие дела. Уборка нужно убирать. Скрыть. Везде пыль. Вот так. Так вот. Так я делаю еще. По плану было пересадить цветы. Ну, не знаю. Может быть, не сегодня. Может быть, на следующий выходной. Вот. Не хватает на все рук. Так вот тоже ползете. Закрываете мою красоту. Шутка. Любите шутки. Вот так вот. Ну что. Пошла делать дела. Еще увидимся. Ну что. Сливы сушатся. Вот. Такой процесс. Немножко они потеряли свой сок. Им еще сушится. Часов 8 точно. Сливы сушатся. Обед приготовлен. Борщ. С курицей. Фаршированный перчик. У меня. Вот. На ужин потом приготовлю пюре. И все. А теперь. Пришло дело отдыха. Дело вязания. Такая у меня корзинка. Мне подарила тетя. Эти ее. Она сама западной Украины. И она. Сама изготавливала эти корзинки. Подарила мне когда-то. На день рождения. Эту корзинку. Вот. Хочу вам. Показать. Проект. Который я буду. Вязать. Уже начала вчера. Вот так вот. Вяжу сыну свитер. Джемпер. Джемпер. Свитер. Вот. Такой вот. Резиночка один на один. Здесь. Жемчужный. Или вафля. Кто как называет узор. Один ряд изнаночная. Второй ряд. Лицевая изнаночная. Третья ряд изнаночная. И четвертая лицевая изнаночная. Вот так. Вот. Самый обычный узор. С изнаночной стороны смотрится вот так. Вот как вафля. Ну кто как называет его. Спицы четверка. Кнет про. Вот мне тоже они нравятся. Давно они уже. Меня больше года. Это точно. Я же ее не два. Сколько они перевязаны. Хороший я тут. Хороший носик такой. Острый. Но не колкий. Хорошие спицы. Леска тоже хорошая. Пряжа меланжевая. Ну. Мне кажется в этом ее прелесть. Пробовала как вязать. Лицевая. Не очень смотрится в такой меланж. Если бы был градиент. Может покрасивше было. Но решила для этого. Для такой пряжи. Взять такой узор. Пряжа. Ярнар трапсодия. Или как там. Вот здесь. На фотографии. На этикетке. Образец. Какого сетирка. Можно связать на мальчика. Здесь просто платочкой. Ширной рукав. Интересно. Так смотрится. Вот такие вот характеристики. У него. Вот смотрите. Двести грамм в мотке. Пятьсот сорок метров. Я двадцать пять процентов шерст. Семдесят пять акрил. Я думаю. Что мне мотка хватит. Мальчика. Восьми лет. Девять будет уже. Через месяц. Вот такой вот. У меня процесс. Свяжу такой. Чтобы в школу носить. Под гольфик. Тоненький свитерок. Чтобы и не кусючий был. Чтобы не кололся. Детям. Акрил подходит. Ну и немножко. Чтобы в сосаве шерсти было. Вот такие дела. Девчонки. Там. Пришло время моего отдыха. Так что. Буду вязать. Немножко отдохну. Спасибо, что провели этот день со мной. Всем хорошего дня. И отличного настроения. Пока-пока. До скорых встреч.